Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Хочу вам показать новые для меня книжки, хотя, может быть, кто-то их уже и видел. Это очень интересное издательство, американское. Они переиздают книжки, которые были изданы в начале 20 века, даже в 19 веке, и предлагают к нам книги, естественно, связанные с костюмом и с дизайном. Давайте я вам полистаю их и покажу, что же там классного внутри и интересного. Это книга про викторианский костюм, викторианское платье. Соответственно, первое её издание было в 1905 году, и сегодня мы на неё смотрим. И это, наверное, вот тот момент, когда мы можем представить, люди в начале 20 века смотрели век 21 и думали, что мы будем тут ходить в скафандрах, а на самом деле вот такая ретроспектива, и смотрите, насколько изменилась мода, насколько сейчас по-разному и по-другому это всё делается. Здесь представлены техники, и практически все техники, то, что я здесь анализировала, это всё-таки ручной пошив, даже без использования швейной машинки, которые тогда были не у всех, и тогда обращались к партнихе, либо шили сами. Здесь вот очень подробно изложены технологические аспекты, какие детали, как это всё делалось, как исполнялось, с большим текстовым описанием. Ни описания, ни картинки не подвергались редактуре, а просто была переиздана данная книга. Ну, конечно же, для тех, кто занимается историческим костюмом, воспроизведением исторического костюма, театральным или костюмом для фильмов и, соответственно, кино, сериалов, здесь очень большое количество идей, которые можно подчеркнуть. Сразу опережу вопрос, на русском языке это нету, это просто вот они переиздают старые книги, «Ура!» хоть можно посмотреть. Вторая книжка тоже «Исторические костюмы. Как его делать?» То же самое издательство. Издана первая книга в 1937 году. Потом было переиздание. Видите, такой вот шрифт, ну вот именно видно, да, по шрифту, что шрифт того времена. Это книга про исторический костюм. И здесь разные эпохи от тысячных до 1300-х годов. Показано, как это всё сделано. Здесь вот по временным периодам они рассказывают, объясняют, основываясь на картинах, которые есть, которые сохранились, времена Елизаветы, 1558-й и так далее. Всё это движение. Меня больше заинтересовала вторая часть этой книги, потому что здесь даны детальные описания, а потом даны выкройки, как эти костюмы делать. И это, наверное, самая интересная, самая такая прям познавательная часть. То есть сначала мы можем понять, что это за костюм, в какой эпохе он относился, почему так, где, зачем и как использованы. А вот в этой части уже подробно и детально воссоздать данный костюм. И, ну вот да, иллюстрация не как у современных исторических книжек, но, мне кажется, тоже проделана фантастическая работа. Видно, что это всё было нарисовано от руки. Очень здорово. Ещё пару книг, которые покажу. Первая книга была издана, помните, я говорила, XIX век, XIX веке, 1895 год. Как барышням одеваться? Книга прекрасна в том плане, что здесь дана очень подробная система, как строить выкройки. То есть дано описание и принцип построения. Притом я посмотрела, смотрите, какие талиевые выточки. То есть подразумевается, что да, мы притянуты прям в жёсткий картет, что для нас в современном, конечно, восприятии это уже сложно понять, но в исторических каких-то аспектах это очень полезно. И, ну, изменилась, естественно, система конструирования в силу того, что поменялся силуэт. Сегодня даже в нижнем белье у нас это всё смотрится по-другому. Смотрите, какое клешение от талии. Просто талия такая тоненькая, большое, широкое клешение. Это верхняя у нас с вами одежда. Это жакеты будут. Здесь вот это всё очень подробно расписано. Никаких брюк дамы. Дамам брюки не положены. Вот. Ну, это я говорю про ту моду, да, то, что сделано в этой книжке. А, не под брючки, смотрите, я вам сказала, неправильно. Всё-таки они есть. Вот, но одни. И то, соответственно, что мы с вами рассматривали, что конструировали, вот они прекрасные. Наши модели, на мой взгляд, можно какие-то фрагменты брать в современную моду. И вот в своё время, когда в доме Диор тоже гальяна там куролесил в чём-то, да, он очень часто брал какие-то такие теорические моменты и выводил их на подиум. Так что, в принципе, это всё живее всех живых. И, может быть, активно использованы. Те же вот жилетки в современном мире тоже могут быть применены. И последняя книжка из тех, которые я вам сегодня хочу показать. Тоже это переиздание. Сейчас я вам скажу. 1890 год. И после этого, соответственно, было вот её переиздание. Как правильно снимать мерки? Смотрите, мерки снимаются в корсите, что немаловажно. И вот эта книжка, она мне больше нравится именно по управлению, потому что здесь представлен, ну, соответственно, внешний вид и как строится данное изделие. Ну, для меня, по крайней мере, это более понятно, да, чем там, когда много описаний, много построений, а потом там в конце уже какие-то выкройки. Но не выкройки, а именно, ну, иллюстрация того, что мы делали. Здесь вот очень подробно. Единственное, что здесь вот надо будет это всё увеличивать пропорционально. Не дана шкала-сетка, да, то есть нужно будет всё-таки подумать и отмасштабировать. Ну, всё совершенно... Понятно, раньше, когда это всё перестраивалось, сейчас можно там сфотографировать, увеличить, распечатать на большом формате. Тогда даже об этом так и не думали. Так что вот, пожалуйста, детская одёжка. Как вам? Мы всё говорим, что там комбинезончик неудобный или ещё что-то. Вот всё удобно было. Ночные сорочки, юбка на кокетке, смотрите, какие рукава. Костюм для улицы. Ну вот, всё в духе того времени. Конечно, всё ещё поставлено на корсетах. Но, мне кажется, от этого не менее живо здесь. Смотрите, какой рукав. Это рукав, когда вот такой большой и пышный он сверху. Вот она огромная такая, сверху массив идёт. И вот он здесь показан. Конечно, когда такую головку рукава видишь, думаешь, вау! Просто вау! Ну, что понятно, как они это сделали. Вот это вот они всё сюда собирали. Там такой объём был. Вах! Так что очень подробно, детально мы знакомимся с историческим костюмом. Вот такие книжки. Издатель Студор делает переиздание и даёт нам возможность окунуться в историческую эпоху. Как вам такие книжки? Пользуетесь ли вы когда-нибудь вообще историческими справками? Могли бы вы это применять? Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень рада с вами по этому поводу пообщаться. И вообще, интересны ли вам обзоры именно такого рода книг. Все эти книги тоже доступны у нас в магазине. Их можно приобрести. Они сделаны в бумажном виде, не в электронном и только на английском языке. Ссылочку я оставлю под данным видео. На этом всё. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»